Итак, рассмотрим вариант восстановления картриджа для чернильных ручек фирмы Platinum. Итак, они оправданно заслужили название самых живучих картриджей. Вот он пустой. Видно внутри шарик. Вот он катается. И особенность этого картриджа, что само посадочное место, которое вот оно, и баллон с чернилами, они могут разъединяться. И делать это можно достаточно просто. Здесь уже видно, я экспериментировал, пассатижами снял, он уже изуродован, возможно он уже работать не будет или не герметично стоять. Но для демонстрации, как это делается, в принципе этого достаточно. Итак, вот у меня инсулиновый обычный шприц на 100 юнитов, миллилитров, нет, сколько там, 0,1 миллилитр. Вот. Игла для него, точнее как не игла, а уже отрезанная, отломанная, отрезанная игла. Он используется у меня непосредственно для заправки картриджей. Вот. При этом особенность картриджей Platinum, что будучи надетых на их непосадочное место, вот как я сейчас показываю, он очень плотненько садится. Собственно говоря, один из вариантов не разбирать картридж, тогда он будет более суровый, а взять парочку шприцов, отрезать их по отметке, вот сколько тут, 0,1 миллилитр, залить это внутренне с термоклеем, и в принципе будет просто такая заглушка. То есть заправили картридж, закрыли заглушкой, положили в какой-нибудь пенальчик или средство для переноски, и нормально пользуетесь. Соответственно, когда вам надо, открыли, в ручечку поставили. Все у вас будет нормально работать. Вот. Это первый вариант, кстати, в принципе имеющий право на жизнь, и в принципе таким макаром мы продлим, скорее всего, жизнь картриджа, не применяя к нему какой-то суровой физической нагрузки. Вот. А разбор происходит достаточно просто. Вот я опять натыкаю его потуже, и тихонечко, на изломчик, начинаю вот так вот вынимать. Опа! Вот он у меня разъединился. Видно, не знаю, тут видно будет, видно, что тут идет бортик такой. Бортик. Сейчас попробую сфокусировать на нем. Вот он. Бортик. Соответственно, в ответной части картриджа, вон, видно, идет паз под этот бортик. Все. Теперь достаточно вынуть шарик. Вот у нас он вылетел. Вот он, шарик. Положить его, чтобы он никуда не укатился. Снять посадочное место. Обратно его одеть с небольшим усилием. Все. Вот он стоит на месте. Вот. И заправить картридж. Заправить картридж. И аккуратно заткнуть шариком. Причем шарик можно этим же шприцом потом чуть-чуть протолкнуть вглубь. Вот. Таким макаром получается восстановленный картридж. Вот. И, в принципе, можно ложить его в пенал. В пенал. И благополучно транспортировать уже в будущее заправленном, перезаправленном состоянии. Катриджи у меня таких пока мало. Еще этот вариант не особо проверял. Но тестовый вариант, будучи залит чернилами, вот этот картридж, конкретно вот этот, восстановлен в таком состоянии. Перевернут. Постоял так неделю. Я его немножко понажимал. Так далее. Чернила не проливались. То есть, он достаточно хорошо себя в этом отношении ввел. Как он будет вести, если, например, он будет на морозе или полетит в самолете, я не знаю. Но вариант показан. Если вам будет показываться он интересный, можете им пользоваться. Засим спасибо за внимание. До свидания.